Ну, наверное, все-таки этот противовес существует, и он всегда будет существовать, потому что наша матушка Россия – огромная, преогромная страна. И это, возвращаясь, наверное, к вопросу именно телевидения, потому что каждый доносит то, что он считает нужным доносить, потому что у нас подруга живет в Америке, и там все телевидение просто кишит тем, что Россия подлая, плохая, ввела войска и так далее, и вот все. И она говорит, я не могу их приубедить, что это не так. Ну, как это не так? У нас такие каналы, и доносят такое, а ты тут вот такая вот приехала, и говоришь, не так, ты просто защищаешь страну, из которой ты рода. Поэтому я считаю, что все-таки, наверное, противовес существует, и Америка, наверное, не спроставила все эти санкции, да, потому что огромное количество людей, которые подошли под эти санкции, даже люди, которые являются музыкантами, певцами, да, которые просто высказали какое-то свое мнение, поддержку, все-таки как ни крути, нашего управленца, нашего главного человека. И тут, конечно, если бы такие они были, только вот они вот самые крутые, самые лучшие, самые невероятные, и вот только существует одна их сторона, и у них нет никакого противовеса, так и не было бы этого ничего, абсолютно не было ничего. Если человек самодостаточен, если человек популярен, если человек имеет все, что ему нужно, чего бы ему с этой вот мелкой, скажем так, шапкой бороться? А получается, что совсем далеко не шапка, получается, что противовес-то есть, серьезный, и все-таки просто неохота углубляться чересчур в политику, да, можно было бы очень многое сказать, но очень многие попытки этого противовеса все-таки обошлись далеко-далеко, и мы в этот противовес почему-то, мы были впереди планеты всей, и я думаю, что те, которые сейчас люди смотрят, они поймут, о чем я говорю, и все-таки ездим мы сейчас в Ялту, как здорово, вот, и она наша, вот, поэтому это так.